МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день! В эфире телерадиокомпании «Губерний 33» в студии Александр Козлов. Это программа «На всю Владимирскую». А мой собеседник сегодня – Елена Липатова, руководитель отдела продвижения чтения и внешних связей областной научной библиотеки. Елена Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Елена Владимировна, 1 апреля вы презентовали проект «Преобразование Владимирского Никитского парка в парк литературный». Что это должен быть, по вашему мнению, за парк, и чем он должен отличаться от прочих Владимирских парков? Дружба, Восьмисотка? Ну, Никитский сквер. Почему, во-первых, он был выбран нами? Потому что он находится в непосредственной близости от библиотеки, как, так сказать, немного параллели сошлись. Здесь недалеко библиотека, сквер. Затем в этом сквере стоит памятник Гоголю. Такой достаточно несчастный памятник, потому что... Да, поблуждал он много. Поблуждал он много по городу. Вот. Он тоже, в общем-то, как бы внес некую доминанту тому, что был выбран именно Никитский сквер. Проект этот родился в год литературы, 2015 год, год литературы. И захотелось создать как бы такую свободную площадку общения для наших литераторов. Но не только для литераторов, не только для писателей и поэтов. Но это могут быть и художники, и музыканты. То есть придать Никитскому скверу образ литературного парка, где бы, как вот я уже и говорила, стояли бы скамейки с цитатами из произведений русских классиков. Ну, не только русских классиков, но и наших владимирских поэтов и писателей. И это бы, цитаты, естественно, менялись бы. Это наш синий шкаф, который стоит сейчас около областной библиотеки. И второй такой же мы бы поставим в литературном парке для взаимообмена этими книгами. Затем это, естественно, какие-то вечера. Это информационный стенд, где была бы опубликована информация о данном Никитском сквере, ведь у него очень интересная история. И он имел очень интересный вид. В советское время он именно имел вид такого парка, с парковым таким благоустройством и ландшафтом. И проходили бы различные вечера, кинопоказы в проекте. Даже кинопоказы? Даже кинопоказы, потому что у нас сложились очень крепкие, хорошие связи с киноцентром, за что ему большое спасибо. И на большом бы экране мы бы проводили вот такие вот вечерние кинопоказы. Это, конечно, летние. Летний читальный зал уехал бы в Никитский сквер, тот, который сейчас на территории библиотеки, потому что всё-таки в сквере читать уютно, как бы под сенью деревьев, не на солнышке, как-то легко и свободно можно отдохнуть. Много вы уже сразу рассказали. Давайте мы с вами теперь разукрупним эти темы. Давайте. Вот сначала по поводу синего шкафа. То есть давайте сначала зрителям нашим объясним, что, собственно, есть такое синий шкаф, потому что я подозреваю, что не то, что немногие, но не все-то точно знают, что такое синий шкаф. Это же не просто шкаф. Это некая площадка для обмена книгами. Да, да. У вас он сейчас стоит перед зданием библиотеки. Да, перед зданием библиотеки. Он появился в 2014 году, лета 2014 года. Это, конечно, инициатива не нашей библиотеки, не областной научной, а библиотеки другой области. Тогда этот проект получил большую популярность, и мы решили, как любое благое дело, перенять, будем так говорить. И действительно, как бы это дело пошло на рот. Синий шкаф вот уже как полгода ему исполнилось, как он стоит. Мы, конечно, опасались и разбитых стекол, и какого-то там, в общем-то, кто-то, может быть, его бы захотел немножко поломать. Но, в общем-то, как бы ничего такого не произошло. Видимо, дело все-таки благое. Любой желающий может принести свои книги, поставить их на полку, взять любую книгу, имеющуюся в синем шкафу. И таким образом происходит этот взаимобильник. А вот его удалось наладить, вот этот взаимобильник? Он есть действительно? Потому что я, например, разговаривал со знакомыми, со своими. Вот они мне высказали, ну, хорошее, интересное дело, книжный шкаф. Ну, что-то как-то у нас подозрение, что библиотека туда тома свои выставляет, и как-то эти книги потихонечку оп, и уходят. А на место-то на их ничего не появляется. Ну, во-первых, давайте оговорим сразу, что тома не библиотеки. Не надо думать, что это из фонда в библиотеке вдруг резко ушла вся литература и перекочевала в синий шкаф. Это ни в коем случае не так. Это те книги, которые наши горожане приносят к нам в библиотеку из своих личных коллекций. Потому что, ну, кому-то девать некуда, у кого-то ремонт, у кого-то что-то. То есть в силу объективных причин. И вот эти книги мы выносим в синий шкаф. Их можно взять совершенно бесплатно? Совершенно свободно, совершенно бесплатно. Причём мы заметили, конечно, есть у нас отдельная группа граждан, которые приходят, конечно, с большими такими сумками, авоськами. Для чего, конечно, им такое количество книг мы до сих пор не узнали. Но они просто вот сгребают с этих полок книги. Мы немножко этому препятствуем, потому что в итоге такая литература не каждый раз доходит до потенциального читателя, которому эта книга действительно... Это интересно, да. А есть такие, которые приносят свои книги и сами выставляют? Совершенно правильно. Есть такие. Причём, если в начале проекта этот поток людей был не так велик, то сейчас книги вот с периодичностью появляются. Потому что у нас же ведь тоже иссякает этот поток книг, которые приносят нам горожане. Поэтому вот когда он, так сказать, пустеет, например, там на день, смотрим, уже на полках стоят литературы. Понятно. Так, давайте к литературному парку мы ещё раз вернёмся. Ведь вот вы уже сказали, что литературный парк, он не будет вещью в себе, да. Это будет площадка, где люди, живущие литературой, и не только литература, а искусством вообще, смогут собираться. Там мероприятия будут какие-то проходить. Ну вот, если с точки зрения общения на литературные и окололитературные темы, ведь сейчас в интернете достаточно формов, таких площадок, где люди обмениваются мнениями и с технической точки зрения там и книгами, текстами обмениваться куда как проще. Не опасаетесь вы, что вот не будет востребованного вот это? Вы знаете, мы не опасаемся, потому что, вы знаете, Александр, как ни странно, людям вот именно не хватает живого общения. Чтобы глаза в глаза поговорить. Поговорить, интонация, улыбки, обмен мнениями. То есть это всё очень важно остаётся. Почему? Потому что вот мы тоже иногда, когда делаем какие-то проекты и думаем, а будет ли как бы зритель вот на эти проекты, будет ли участник этих проектов. И вы знаете, ведь действительно народ очень скучает по вот этому общению в силу того, что сейчас все ушли вот в эту электронную среду. Но что это никогда, вот с моей точки зрения, это не заменит живое общение. И я думаю, что проект будет очень популярен, потому что вот мы его презентовали 1 апреля, и вот бесконечные звонки, люди говорят и пишут нам в библиотеку о том, что замечательный проект, что быстрее бы он реализовался, быстрее бы начались вот эти мероприятия. У Николая Васильевича соседей не появится. Гоголь там у нас есть, может быть, ещё Лев Николаевич подойдёт, Александр Сергеевич. Вы знаете, у нас есть в проекте некие такие садово-парковые скульптуры, но на всё, конечно, нужны деньги. Поэтому мы сейчас пытаемся изыскивать вот эти средства. Понятно. Елена Липатова, руководитель отдела продвижения чтения и внешней связи областной научной библиотеки, сегодня гость нашей студии. Елена Владимировна, мы сейчас прервёмся на блок новостей, после чего вернёмся к разговору. Итак, губернские новости в программе на всю Владимирскую. В Ковровском городском суде продолжаются слушания по уголовному делу в отношении депутата законодательного собрания Сергея Курушева. Напомню, он обвиняется в совершении ДТП, в результате которого погиб пенсионер Анатолий Ермаков. Сегодня в суд вызвали одного из главных свидетелей, Александра Скорлупина рассказывает СОПКОР газету Владимирские ведомости в Коврове. Татьяна Горянина. Скорлупин начал давать показания, они существенно отличаются от всех тех, которые были даны ранее. В частности, он пояснил, что в момент аварии вообще не присутствовал автомобиль. В тот день в Мельхово, по его словам, он приехал сам на такси, на такси же ехал и обратно. Просто в посёлке Мельхово он пересёкся с Сергеем Куршевым, который познакомил его со своими коллегами по бизнесу, знакомыми. Ну, в общем, формулировки были даны самые различные. В общем, он сказал, что в тот день он впервые увидел людей, которые впоследствии оказались мэром Ковровского района Александром Клюшенковым, его сыном, а также ещё несколькими женщинами. Скорлупин заявил, что во дворце культуры посёлка Мельхово накануне ДТП распивали спиртное. Однако он не заметил, пил при этом Куршев или нет. По ходатайству страны обвинения суд постановил заслушать ранее данные Куршевым с Карлупиным показанием. Всего он давал их трижды. И якобы все три разные. Всё, заседание продолжается. Бойцы батальона «Спарта» извинились перед губернатором Владимирской области. Напомню, что некие активисты некоего народного фронта попросили повстанческий батальон «Спарта» на Донбассе прочитать обращение к президенту Владимиру Путину, в котором эти самые активисты обвинили Светлану Орлову в тоталитаризме. Немного, немало. Видеообращение было записано и попало в интернет. Однако недавно с Донбасса вернулись другие владимирские активисты — Александр Каретин и Всеволод Грязнов, которые возили туда гуманитарный груз. Подробнее об этом мы расскажем завтра в отдельном материале. Ребята передали губернии 33 фото и видео с места событий, и оказалось, что в поездке они встретились с бойцами повстанческого батальона «Спарта». И те записали новые видеообращения. На этот раз с извинениями перед нашим губернатором. Сейчас мы покажем его, что называется, без купюр. Я стель, боец батальона «Спарты». Снимал ролик по поводу обращения бойцов «Спарты» к президенту Владимиру Владимировичу Путина по антикоррупционному движению во Владимирской области. Мы хотели бы принести извинения Владимирской области за свои необдуманные поступки, потому что мы не имели права оскорблять область и обвинять ее в воровстве, не имея на то никаких доказательств. В данный момент я хочу обратиться с текстом, потому что говорю не всегда складно, поэтому я написал текст письменного и так зачитаем. Уважаемый руководство Владимирской области и лично губернатор Светлана Юрьевна Орлова, ополченцы отряда «Спарта» приносят свои извинения за поспешные и необдуманные заявления наших коллег, которые в силу информационной оторванности от реалий политической жизни 33-го региона обратились к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с заявлением, которое якобы просило их сделать Владимирское отделение общероссийского народного фронта. Как нам стало известно, во Владимирское региональное антикоррупционное правозащитное общественное движение «Народный фронт», которое стоит за этим обманом, это всего лишь организация обманка, обычный клон общероссийского народного фронта за Россию. Мы столкнулись не только с двумя совершенно разными организациями, не имеющими, однако, другое никакого отношения, кроме созвучия в названиях, но и с циничным использованием чувства искренней поддержки и симпатии большинства граждан России в своих узкокорыстных целях. Считаем обращение, организованное ЛЖНФ, чистой воды провокациям, пользуясь преднамеренным до степени смешения совпадением названий организаций, стоящей из-за этой провокации люди вели нас в заблуждение, обманом, побудив граждан другой страны вмешаться во внутренние дела и поручить руководство Владимирской области региона, дружественной нам России. Еще раз искренне просим вас нас извинить. От себя могу добавить, что это было абсолютно неожиданно для нас, потому что мы приехали с боевых, слушали концерт, ребята были расслаблены и поддались чувствам. Мы хотели только сделать добро, поддержать, как мы считали, организацию, которая борется за права людей. Так как мы воины, мы защищаем свои принципы и шли в этом вопросе до конца. Но мы не знали, что эта организация просто нас подставила. Еще раз просим свои извинения перед Светланой Юрьевной Орловой. Большое спасибо. Завтра состоится отпевание Владимира Соробьянова. С художником-реставратором попрощаются в полдень в храме Покрова Богородицы в Москве. Кандидат искусствоведения Соробьянов скончался 3 апреля в одной из московских клиник во время хирургической операции на желчном пузыре. Ему было всего 56. За день до операции он должен был получать международную премию в номинации «Реставрация года» за реставрирование фресок Гурия Никитина в Спасо-Преображенском соборе Спасо-Ефимьево монастыря в Суздале. Мы там были вместе с бригадой Владимирской реставрации во главе с Людмитой Петровной Балыгиной. Она, наверное, впервые в жизни при таких софитах выходила на сцену. И было очень приятно, что вот этот труд, невидимый труд реставраторов, за которым стоит столько переживаний, боли, сомнений, упорства, ошибок, обретений, что этот труд был по заслугам оценен. Светлана Мельникова также прокомментировала нашумевшую новость с найденными фресками Андрея Рублева в Успенском соборе. Она заявила, что никаких сенсационных находок нет. Дело в том, что в соборе начались рассчитанные на два года реставрационные работы фрагментов живописи. При этом на иконостасе обнаружили 4-сантиметровый слой пыли и копоти, чтобы убрать эту грязь, некоторые иконы для удобства работ сняли. Тогда под ними и была обнаружена роспись XII века. Однако это никакое не событие. Искусствоведы знали об этих фресках. И сейчас перед нами стоит большая такая морально-искусствоведческая проблема. Что делать? Вернуть иконы на место или же создать некую конструкцию, чтобы не завершать иконостас и вновь не закрывать эти росписи иконами. Потому что они представляют колоссальный интерес для посетителей, для верующих. Ну и в заключение. Во Владимире прошел турнир по смешанным единоборствам в памяти владимирского спецназовца Олега Растигаева. Он погиб 20 лет назад близ чеченского села Бамут. Микс-файт в областной столице проходит впервые. К нам приехали сильнейшие бойцы из 12 регионов России. Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Тульская и Смоленская области. Всего на соревнования заявились 190 человек. Бои проходили в один раунд. Это 4 минуты чистого времени. Нокауты и нокдауны. Мгновенные удушающие. Сборная Владимира в общекомандном зачете заняла второе место, уступив лишь Тульской области, которая на соревнования выставила сильнейших файтеров. Всем победителям вручили медали, памятные подарки и денежные призы от спонсоров. В качестве почетного гостя на финалы приехал олимпийский чемпион и чемпион мира среди профессионалов по боксу Александр Поветкин. По его мнению, у таких турниров большое будущее. Добавлю, что с полной новостной картиной дня ознакомиться можно на нашем сайте, адрес сети интернет trc33.ru, а в гостях у программы на всю Владимирскую по-прежнему Елена Липатова, заведующая отделом продвижения чтения и внешних связей областной научной библиотеки. И прежде чем мы продолжим, я хочу напомнить нашим телезрителям, что 2015 год объявлен в России годом литературы и в минувшую пятницу в Петербурге прошло заседание оргкомитета по его проведению под председательством спикера Государственной Думы Сергея Нарышкина. Что же предполагается сделать в год литературы? Ну, во-первых, решено разработать новую концепцию преподавания русского языка и литературы. Работать над ней будет специальная рабочая группа на базе филфака МГУ. Далее. Госдума разработала программу популяризации современной национальной литературы. Она предполагает создание сети библиотек для тех социальных групп населения, которые сейчас не имеют доступа к этой литературе. Библиотеки будут открыты в воинских частях, детских домах и даже детских садах. В тестовом режиме запущен портал национальной электронной библиотеки, в которую вошли электронные издания шести федеральных и 28 региональных библиотек. Наконец, будут отреставрированы и оснащены новым оборудованием многие литературные музеи, появятся и новые. В частности, в Питере Иосифа Бродского, в Вологде Василия Белова, в Кисловодске Александра Солженицына. Елена Владимировна, пока не отошли далеко от официальной информации, спросить хочу, как вам понравился официальный логотип Года литературы. У нас тоже обсуждение было этого логотипа в редакции. И многим показалось, что главным элементом логотипа являются носы Пушкина, Цветаева и Гоголя. Как вам понравилось? Ну, вы знаете, здесь, может быть, и не надо так вот говорить о том, что нравится или не нравится. Наверное, надо подходить ко всему объективно. Конечно, сколько людей, столько и мнений. И можно сколь угодно долго размышлять над тем, что и что символизирует, и на кого похожи, в общем-то, эти образы. Но, тем не менее, логотип создан. Мы с ним живем уже, в общем-то, уже, как начнется скоро полгода. Ничего страшного нет в том, что есть такой логотип. И, в общем-то, как бы он сейчас уже узнаваем, потому что появляется на всех рекламных материалах, во всех передачах, касающихся литературы. Что придумали, с тем и работаем. Хорошо. Ну, ладно. Тогда Год литературы. Если посмотреть на те мероприятия, о которых я сейчас читал, которые приурочены Год литературы, то видно, что одно из основных направлений работы – это актуализация литературного достояния, наследия нашей страны. В связи с этим вопрос. Владимирская область тоже богата и на имена, и на поэтов, и на прозаиков. Наше Владимирское литературное наследие будет извлечено на свет? Да, конечно. Оно, в принципе, уже извлекается на свет, и есть, в общем-то, как бы и сайты, на которых популяризируется данная литература. Но если говорить, например, об областной научной библиотеке, то в Год литературы мы даем старт такому проекту, как «Литературная карта» Владимирской области. Опять-таки не могу сказать, что проект нов. Он не нов. Он идет во многих областных библиотеках, во многих регионах страны. И идет он на ура. Но проект этот долгосрочный, потому что вы сами понимаете, какой масштаб литературный, в общем-то, в области. У нас область не самая маленькая, будем так говорить. И в каждом районе есть те писатели, которые, естественно, войдут в литературную карту. Вообще хотелось бы, как бы, так сказать, отразить полную вообще информацию о том, что происходит в регионе. То есть в литературной карте будут отражаться писатели. Дана некая такая биографическая будет справка, библиографический и биобиблиографический список литературы данных произведений. Но мы все-таки вот данный продукт электронный хотим сделать более полный. То есть если этот писатель, о нем проходят какие-то конференции, снимаются какие-то видео, есть какие-то интервью, есть какие-то выступления, то это тоже войдет вот в этот продукт. Чтобы, если человек ищет, например, информацию о писателе Сергея Никитина, зайдя на страницу, согласно, в общем-то, Сергея Никитина, он бы увидел тот массив документов, полный, да, который ему необходим. А сейчас, вот вы говорите, уже как бы эта работа ведется. То есть сейчас кто уже у нас на этой карте есть? Ну вот на данный момент это пока все в стадии разработки. То есть ее пока нельзя будет видеть на сайте областной библиотеки. Как бы вот разрабатывается вот эта концепция, кто в первую очередь войдет в карту, потому что это объять необъятное. Это будет происходить не один год. Я вот уже говорила об этом. А отсекать никого не будем? Нет. Все, кто у нас писал. Да, да. То есть прежде всего это, конечно, члены Союза писателей Владимирского отделения, это члены Союза писателей, здравствующие и ушедшие, это в первую очередь. А затем уже будут, в общем-то, собираться уже информация далее, все, что касается вне рамок. Выставка по Ивану Сергеевичу Шмелеву у нас сейчас в Владимир приехал, тоже войдет наверняка, да? И вообще имя Ивана Сергеевича Шмелева войдет обязательно, потому что у нас, во-первых, действует в библиотеке Центр литературы русского зарубежья с постоянно действующей экспозицией, посвященной Ивану Сергеевичу, потому что он порядка семи лет прожил в городе Владимире, и, в общем-то, как говорят исследователи, именно здесь он вернулся к литературному творчеству, которое, в общем-то, как бы он его оставил, будучи в Москве. Да, он молодым еще писал, потом бросил, стал чиновникам. Да, совершенно верно, как бы, так сказать, налоговым инспектором. И именно здесь, на Владимирской земле, его, в общем-то, как бы постигло желание вернуться к литературе. Но он воздал, в лете господнем у него там Владимирцы, Меленковские земляковы постоянно фигурируют. Постоянно обращался, и вот я думаю, что, конечно, это тоже войдет. Хорошо. Вот в этой электронной карте произведения наших владимирских писателей тоже будут отражены? То есть можно будет зайти и почитать? Ну, все не так просто, потому что, в принципе, существует авторское право, и это никто не отменял. То есть, да, на какие-то произведения, на те, которые даны, библиотеки, авторское право, вот эти произведения будут в полном доступе. Если право нам не дано, мы, конечно, дадим как библиографический список литературы, и человек, пользуясь этим списком, уже придя в библиотеку, может воспользоваться печатной книгой. Понятно. Я вот в информации по году литературы упомянул, что будет разработано, планируется разработанной быть новая концепция преподавания русского языка и литературы. И, видимо, цель этой концепции усилить общий интерес, ну, в первую очередь, у школьников к изучению родной литературы. А на ваш взгляд, насколько сегодня, в принципе, силен у молодежи вот этот интерес к нашей литературе? Вот они ходят к вам. Много ли их? Что они читают? Что они у вас берут? Вы знаете, ну, как бы, да, ходят учащиеся. У нас запись в библиотеку с 14 лет. У нас ходят, в общем-то, и школьники, и студенты. Согласно школьной программе, они берут какую-то литературу. Правда, сейчас это всё очень широко распространено в электронной среде, да, им почему-то так удобнее читать, в отличие от людей старшего поколения. Но, вы знаете, в принципе, как бы я не могу сказать, что ослабевает вот эта вот тяга к классической литературе. Может быть, она не всегда понятна учащимся, да, потому что, мне кажется, мы больше как-то понимали, может быть, как-то Толстого, Чехова. Может быть, это не очень понятно, но я думаю, что, в общем-то, как бы школа наша, она сильна педагогами, и всё это в нужной степени доводится. А как думаете, каких бы авторов было бы неплохо включить в программу школьную по литературе? Вы знаете, давно говорят о том, чтобы вот именно создавать такой краеведческий пласт в изучении литературы, потому что, если даже и проходят в школе, не буду с уверенностью говорить, но у меня такое ощущение, что если даже и проходят какие-то краеведческие вещи, краеведческая художественная литература, то это, скорее всего, наверное, во внеклассной работе. Вкультативно, скорее всего. Вкультативно, да. То есть, а вот в основную программу неплохо бы вот внести того же Сергея Никитина или Владимира Салаухина, то есть наших таких уже ставших классиками нашей Владимирской земли, поэтому... Того же Шмелёва. Того же Шмелёва Ивана Сергеевича, да. То есть, вот... У него замечательные совершенные рассказы, там, путешественного человека из ресторана, это нужно знать, конечно. А тем более, что большая часть таких рассказов написана именно на Владимирской земле. Полное право. Имеем включить собственную программу. Да, полное право. Хорошо. Напоминаю, гостем программы сегодня была Елена Липатова, руководитель отдела продвижения чтения и внешних связей областной научной библиотеки. Елена Владимировна, вам большое спасибо. Удачи вам в вашем начинании. Пускай у Николая Васильевича Гоголя появятся соседи, ещё раз повторюсь, и пускай ходят наши книгачи к вам в парк, вы всегда находили бы, чем их удивить. И они вас, соответственно, удивляли. Спасибо. Я, Александр Козлов, с вами прощаюсь. Следите за новостями на нашем сайте trc33.ru. Там же можно найти записи всех наших программ. И до встречи на телеканале «Домашний». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В Коврове облачно столбик термометра поднимется до отметки 8 градусов. В Муроме облачно небольшой дождь плюс 6 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова